Молчание и трепетное ожидание момента Икс. Для Елены это уже вторая радость материнства и вновь палата роддома номер два. Здесь 14 лет назад она родила дочь, теперь ждет сына. Время прошло достаточно долго, соответственно, это сейчас уже как первый раз. Я психологически настроилась только на лучшее. Врачам и персоналу я очень доверяю, опытные, поэтому только доверюсь им в руки. А в заботливых руках врача уже вовсю показывает нрав маленькая Вера. В отделении новорожденных сейчас шесть крох, трое мальчишек и трое девчонок. Они отсыпаются под присмотром персонала, пока мамы после непростых испытаний тоже отдыхают в палатах. История старейшего учреждения родовспоможения края началась в далеком довоенном 1938 году. Небольшое отделение на 100 коек и всего 77 человек персонала, рассказывает главный врач родильного дома Людмила Ананьина. Мы видим 1937-1938 год, первые снимки наших знамечательных ветеранов, докторов, средних медработников. Их было мало, но помощь они оказывали большую. Здесь дальше мы видим наших ветеранов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 22 июня пришел приказ, был издан по родильному дому. И 31 сотрудник родильного дома ушел в ряды Красной Армии. И вот в книге приказов написано одной строкой, люди потом эти не вернулись. Но жизнь продолжается. После войны началось мощное развитие медицины и акушерства, в том числе и для Барнаульского роддома. В 1963 год в нем создают территориальную женскую консультацию. В 1975 открывают второй родильный корпус. В 1978 – центр планирования семьи. В 1994 – центр помощи женщинам с нарушением репродуктивной системы. И, конечно, на протяжении всего времени совершенствуются технологии ведения беременности и родовспоможения. Это Кювес. Кювес для интенсивной терапии. То есть он предназначен для выхаживания детей маловесных в основном. В отделении детской реанимации выхаживают недоношенных малышей. С экстремально низким весом, желтухой, неврокардио и дыхательными проблемами. Современное мониторное наблюдение, инкубаторы, аппараты ИВЛ – все для интенсивного контроля. Сейчас, к счастью, здесь нет ни одного малыша. Но в период пандемии было непросто, рассказывает заведующая отделением реанимации. Встречали достаточно много детей с врожденной пневмонией на фоне того, что женщина перенесла ковид. Поэтому такие дети тоже требуют иногда искусственной вентиляции легких, интенсивной терапии, лечения и дальнейшего лечения, продолжения. Но, в принципе, мы справляемся со своей задачей. В отделении репродуктивных технологий проводят высокотехнологичные операции, которые помогают женщинам детородного возраста решить гинекологические проблемы и спланировать беременность. Даже диагноз миома матки сегодня не является приговором. Порядка 300-350 операций проводим в год. Мы имеем возможность уникальную оказывать помощь как женщинам, требующим оперативного лечения полосного, так и внутриматочная патология. Людмила Ананина рассказывает, народы к ним приезжают мамочки не только всего края, но и женщины из столичных городов и даже из-за рубежа. Некоторым проще довериться специалистам своей малой родины. У нас более душевное, более бережное отношение к женщине. У нас нет тех жестких подходов, протоколов, как у них. И мы здоровьем женщины занимаемся очень внимательно. Если у них сутки она домой пошла и занимается здоровьем своим, как она того сама считает нужным или под наблюдением там еще кого-то, то мы здоровье женщины после рода всегда доводим до такого состояния, чтобы у нее не было проблем дома, чтобы она выписывала здорово и со здоровым ребенком. Также в учреждении практикуют партнерские роды, совместное пребывание матери и ребенка, успешно работает программа грудного вскармливания. При прохождении этого пути вместе семья становится кричьей. Мне очень нравится, как реагируют папы на рождение ребенка. И они понимают, что такое роды. И по-другому оценивают свою жену, мать своего ребенка. В отделении есть шесть индивидуальных родзалов с нужным оборудованием, а также палаты для совместного пребывания с ребенком. В каждой пеленальные столики с обогревом, индивидуальные весы, необходимая мебель. В одной из таких палат уже отдыхают счастливая мама и сын. Сомнений по выбору подобности совершенно не было, потому что первого своего сына я тоже рожала во втором роддоме. Здесь работают высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, поэтому которым можно абсолютно смело довериться в руки. Людмила Ананина, которая 49 лет посвятила медицине, а 23 из них возглавляла родильный дом, подчеркнула, что команда учреждения и дальше будет сохранять и приумножать его многолетние традиции. Но главное – делать все для того, чтобы рождались здоровые дети. Здесь рождается новая жизнь. И та положительная энергетика, которую мы имеем в медицине, она связана только с акушерством. В этом, наверное, весь смысл моей жизни получился и все мое существование в рождении новых жизней. Таков один из будней Барнаульского роддома номер 2. За 85 лет работы здесь подарили жизнь почти третьи барнаульцев. Это больше 250 тысяч человек. И в планах учреждения, и дальше объединять как можно больше поколений.